Да, без него скучно Бля, тут машины своркать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрий день! 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 эту информацию не дадут, правильно? Потому что эта информация закрытая. Каким образом она становится открытой, когда звонит таможню полицейский? Таможнюю кодексу четко прописано. Если таможня выявляет правонарушение криминального характера, мы эту информацию даем до подразделю полиции и так далее. Если полиция или какие-то другие государственные структуры выявляют правопорушения, связанные с административной ответственностью, которая предбачена международным кодексом, то почему вы не взаимодействуете в своем направлении? Сгоден с вами, но еще раз повторю вопрос. Взаимодействие требует подмежных законов. Выявление этого правопорушения было каким путем? Если выявляет митница, одно дело, митный режим, а когда звонит водитель скорой помощи и узнает про митный режим данного автомобиля, я отрежу, конечно, то эта информация ему предоставляется. Это есть выявление правопорушения незаконным шляхом. Потому что мытница должна выявлять эти правопорушения. Но никак не полицейский, не сотрудник Бургаза и остальных. На сегодняшний момент спору нет. Претензий, по-моему, не было. Они были в августе, раньше были. Последние два месяца все спокойно. Да, я обговорю. Вопрос в том, что все должны действовать сгидно законам. То есть и ни больше, ни меньше. И наша сегодняшняя акция, она имеет всеукраинский масштаб. Думаю, вы читаете интернет, вы знаете, что. Перейшли не только Миндаваса. Перейшли сейчас по всей Украине, по всей Каблицах и районных центрах. Треба признать то, что мы бомжи. С нашими доходами мы, наверное, беднейшая нация в Европе. Мы упали до ревня от Зимбаббора. Как и есть. Мы же с вами не первый раз встречаемся. Значит, моя позиция как гражданин и как державного службы, она совпадает одинаково. Транспортные средства пока кодексом, пока в рамках таможенного кодекса, они незаконно находятся на территории Украины. За это должна быть ответственность. Я это думаю как гражданин, как держслужбой. Но ничего незаконного, ради того, чтобы все препинеты, я делать не буду. То же самое мы и подпочиняем. Все мы с вами опять повторяем. Эта проблема должна быть решена на уровне. Как там это решается? Почему так долго, уже, наверное, месяц прошел, когда первоначальные акции там проходили? Кто-то не согласен там. Я не владею, поскольку я не член этого переговорного процесса. Может, вы лучше что-то знаете. До речи, вы владите информацией про те, какие остальные два судовых решения, ну, еще властники в Евро-Нариде. Ну, вы имеете ввиду, Кадиллаков какой-то? Да, да, да. Искал, конечно, владеет. Ну, у нас, я предстал уважать, и что мы бачим он. Мы разбирали целый процесс. Ну, вся постанова, вся ресурсия, все вещи. Ну, давайте читаем кодекс. Здесь первая ответственность, это за нарушение срока транзита. Вы знаете, да? Да. Вторая ответственность, это использование товара с целью, противоположной той, которой предоставлены льготам. Когда транспортное средство пересекает границу безоплатную, ему дается льгота, и должно оно использовать только с целью, с которой заявлено транзит. Транзит заехал на пункт А, выехал на пункт Б. А не так, что даже не выезжая за территорию Украины, передал документы, назад забрал машину и эти самые, и приехал, и все, и забыл. Я понимаю, возвращай, я тоже хочу ездить на дешевую машину. Я вот сейчас люди оформляют машину и платят за них денег. Все прекрасно, мы это все понимаем, что платят. Вопрос в том, что, опять же, Александр сказал, повторюсь, нас загнали в те рамки, когда мы не можем позволить себе машины, нормальные машины, то есть ездить на Запорожце, ну я утрирую, конечно, или же на более или менее нормальной поддержанной иномарке. Вот в чем дело. Вы имеете в виду про этот Cadillac? Вот с Cadillac, у меня свое мнение по поводу Cadillac, это второстепенный вопрос, но неважно, там Cadillac это или не Cadillac, вопрос в том, что это судилище, то, что происходит с этим Cadillacом. Почему, ну, судилище, почему там вот задавали, там, на телевидении, там, тоже, почему такая большая сумма? Дорогая машина, вы знаете, посчитать налоги, 300%, умножить. Правильно. Какая сумма растаможки данного Cadillac, допустим, если он там стоит, в Европе, 200 тысяч евро, ну, образно говоря. Ну, 10% кошки. Мы можем растаможить Cadillac 2007 года? Ну, я думаю, нет. Как мы можем насчитать 300% от того, чего нет? Там не сказано, что это платежи, которые можно растаможить или нельзя. Ну, почему, из дефиниции самого закона чудово заразумило, что не можно, если 0 умножить на 0, будет 0. Смотрите, мы с вами знаем, хоть и сейчас, если конкретно брать этот Cadillac, насколько я знаю, там, на уровне эпиляции. Да, да. Но суд дал, хотя бы первой инстанции, дал должную оценку. Я не буду спорить с судом. Принял бы он, отказал бы. И мы не спорим с судами. И здесь, по Киратской области, принимают решение против таможня. Ну что, мы его выполняем. Ну, тоже мы, как бы, все законно, все исполняется. Наказывают человека, наказывают. Признают его невидомным, ну... Мы можем не выполнить судебное решение. Вот, как вы считаете, вот мы ездим на, не на Cadillac, у нас тут ни одного Cadillac не стоит, я думаю, премиум класса ни одной иномарки у нас не присутствует. Там, кротежки, можете просто оглянуть в окошко, вытянуть и посмотреть, на чем приехали люди. Вопрос в этом, в другом состоянии. Люди не могут себе позволить купить нормальную машину за такие деньги, то есть покупают. Нас вынудило государство это делать. Мы не от того, что мы такие хитрые и умные, да, купили себе такие машины. А просто государство заставило нас идти на такие меры. Покупать за границей машины и заезжать сюда на иностранных номерах. Хотя я считаю, что ненормально, когда в Украине ездят машины на иностранных номерах. Они должны стоять на учете, на украинском учете и ездить. Но государство ставит палки в колеса и не дает нам этого сделать. Вы, как представитель мытницы, хотели бы, чтобы эти машины встали на украинские номера? Или же вы хотели бы, чтобы они уехали с этой страны и больше никогда сюда не возвращались? Ну, такой странный вопрос. Я отвечу таким образом. Я хочу, чтобы было принято законное решение этой проблемы. Какое оно будет? Оставить. Допустим, все мы знаем, на заваде, по-русски, как это, на заваде стоит евро 5. Если примется решение, что, допустим, разрешить растаможить эти автомобили по обычным ставкам, то есть убрать ограничения для этих автомобилей, ну, пожалуйста. Ну, наверное, это будет правильно для того, чтобы снять эту оптиму. Вы, что-то понимаете, прекрасно у вас есть. Прекрасные данные. Это машины не 10, не 20, не 200, не 300, не 30. Ну, это 60, я бы говорю, так. А около 1 миллиона, правильно? Эти как-то люди. То есть это проблема большая. Это проблема внутри украинских. Давайте тут надо тоже еще понимать. Миллионы, это те, которые вот въехали и постоянно находятся, или те, которые на границе, приграничных областях, туда-сюда пересекали? Нет, тут вопрос. Ну, не может, вы считаете, сколько всего автомобилей в Украине зареистровано, зареистрировано? Ну, не может 2 миллиона быть, я уверен. К сожалению, нет такой статистики, потому что на уровне икерасской томашины ее невозможно не понимать. Потому что мы-то как работаем, опять же повторим. Мы отрабатываем те машины, по которым приграничная таможня сообщает нам, что машина пущена, и она в сторону не вывезена. И нам надо разобраться с конкретно жителем Кироградской области. Все. Вот у нас, ну, такая статистика, где-то, скажем, на 400 автомобилей, ну, где-то у нас незаконно находится, ну, 60 автомобилей. Жители Кироградской области, если прочитать, просто я не могу сказать. У нас 70. Нет, сами найди там. Ну, надо понимать, все они в области прописаны, все точно? Ну, я думаю, что 99%. Я о чем узнаю, потому что я поймаю зарябленность, и там строчка есть. И у нас здесь база на каждого участника. С телефоном с адресом. Ну, пусть даже 100, да? 100, а по состоянию, если уже брать и по октябрю месяц, то там около 400 машин находят. Все равно это, ну... Я разумею, что проблема, и вы, я вижу, что это вы понимаете. Ну, с одного боку, людям мешают объективные подставки, а для других, на кисно-кисно думание. Наша дискуссия, понятно, мы ничего не изменим. Главное, что это, первое, ну, отримать всеукраинскую нашу акцию. Другое, то, что мы хотим довести кактовно, толерантно, доброзащливо, про то, что будет и спроба, прошу эти законодательства и так далее, они будут на нашем уровне пересекаться, и будем, в очередь, прокуратуру, с миссарию, потерейте сферезописи. Покарание и так далее. Потому что, я не скажу, что сейчас это интересно на вас, но вы знаете, что уже есть неактивная практика, когда рейды отправляли с полицией, кого за входом, по митнице, проверяют евро номера. Это Сумска, по-моему, зимовый там. Ну и любите с родителями, так далее. Ну, есть такие прецеденты. Я не скажу, что это плохо так в Кировоградске. Но просто мы пришли для того, чтобы упредить. До скорости, до скорости, до скорости. Вот я уже как бы так, ну, я так надеюсь, что у нас имело спокойно все приблизится к концу. Вот мой коллега недавно ездил в Киев. Просто был случайно там какой-то авторынок, в котором люди торгуют, не граждане Украины, и торгуют вот этими. Я знаю, где это. Понимаете, здесь проблема, она и в том, она не одна векторная, а не одна направленность. Кто-то не может себе позволить автомобиль, кто-то делает на этом бизнес, и очень хороший зарабатывает. И, я думаю, волну эту подняли те люди, которым надо зарабатывать и дальше. Вы уже люди как пострадавшие. У вас уже есть автомобиль, его надо с ним что-то делать. Учитывая то, что его и назад не вывезли, и новый не вывезли. Ну, можно, да. Ну, я имею ввиду, что вывезли, а что с ним дальше делать? Продавать? Ну, продать. Все то же самое. То есть, народная связь. То есть, мы говорили про то, что уже никто из ведомых людей, кто спробовал на такие кошты ездить на нормальном автомобиле, как белая людина, уже на заднюю тебя. Это плачет. И, по-друге, вы жмаете экономичного света. Вы чудово усвязываете ваш помните курс экономической теории. Здесь монополия есть олігополия. Вот. И эта же проблема с дорогим автомобилом, она еще и сдвинулся 4-го года, когда решили провести производство государственных предприятий. Тогда, в том числе, Масадзель, там была же группа людей, которые выкупили эти заводы, Луцкий, Крас, Храничурский и так далее. И сейчас мы должны платить эти, так бы мовити, протекционистские цены, заходят для того, чтобы якобы защищать Луцкий. Ну, его нема. Ну, что мы защищаем? Мы платим дотации. Чому зараз есть уже плакаты, что 20% кто купит Луцкий Сибиротехнику, его держава компенсирует. Только того, кто купит. Так, а что тогда за автомобили, если кто-то, вот там нашлось два дурачка, которые купили наши ведра, что мы все, где мы должны платить крылью? То есть, мы по этим сборям. Мы, на жаль, да, мы порушены законодательство, но, как я уже говорил, ну, Гитлер тоже спалил, начать законную неделю. Это было законно. Ну так, а логика? А человечность? А здоровье живут? Того нет. Я буду думать в этих странах Европы. Мне есть чем сравнивать. Та самая Литва. Краина из 3 млн населения. Чудовая дорога. И там чего-то нет у них собственного производника. В Польше он был в заводе Хрисов. И где он? И что-то в порядке, они от этого не пострадали. А у нас Таврия, Славута, Сенцы, або китайские, або кто-то может попасть в ДТП на этих ветрах. Шансы остаться живым. Я уже не говорю, что каликулы. Шансы остаться живым просто минимально. Да, согласен. Тому я же говорю, что мы смущены. И когда мы... Вы же знаете, что есть официальный формат. А есть формат, когда ты понимаешь абсолютно все. Когда ты понимаешь и чувствуешь, что это монопольное лобби автомобильное, оно спонсорирует неодноразово и акции, и законопроекти, которые всплываются, недолуги и так далее. И вместо того, элементарный пример, когда Литва увидела, что украинцы массово начинают куплять там автомобили, и есть вопросы по взлетанию с реестрацией, да, техосмотр, там, страховка и так далее. Для того, как раньше нужно было везти машину туда, для того, чтобы ее поднавить на реестрацию. Она сейчас пошла на встречу. Уже не нужно машину везти достаточно. Техпас. И, Боже, ты вот с первого января 2018 года потихо смотрю, машина слетает, что-то не будет. Что же делается это? Почему руководитель, как и семьи, народ, и за украинцев больше думают и хвилюются, чем наша и это? Почему мы не поддерживаем сельского сельского родника? Ну и все говорили, когда Беларбов стал расти больше десяти, мы все говорили, что аграрный сектор у нас флагман. Ну так давайте мы тогда на шерябе отдам все больше там миллиарда дотаций по секунду. И они будут говорить, вы знаете, какая роль этих дотаций? Собовартость продукции они снизили на 50 копеек. Ну, 50 копеек. И так далее. Мы должны бороться против системы. Честно, 35 лет мне, маючи челюсть ступень, я не вижу эту работу. И поэтому я скажу, это не только машины. Поверьте, мы боремся и с дырками на дорогах. Мы уже видели по Кировограду обведены наши работы. Они были обведены, пометили, они часто и заватаны. И так далее. То есть, мы хотим изменить эту кризис. И понимаем, что вы на своем уровне не можете думать. Но мы вас просим и закликаем для того, чтобы не порушивали закон. Нема спорных операций. Вы же знаете, что передача обмена данными тем способом, каким зараз это действует. Через телеграм, когда сзади пристраивается патрульная машина и пишут номер 6, им приходит, опа, тогда тогда тогда, да, да. Приходит четко. Патрульная полиция без правила дорожного движения не нарушит и не останавливает. До перестаньки. Не знаю, что цены так. Я знаю, что... Стараются. 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 Я и правил стараются нарушать, но я не вижу, что просто так людей останавливали, потому что они падают. У меня, смотрите, у меня есть створута рабочая. Осталась на следствии после матрии. Я вчера рассказывал просто, на замене инфекции поворотно-веселого. Я два рази от такого зробил круг, простояли хлопцы и меня тормознули. Я ехал с включенным светлом, зрением безопасности. У нас там и працювание, у нас там и хлопец из вас. Ваши наказы, они не имеют для вас никакой юридической силы, потому что они не доведены до населення в установленном порядке. и они не имеют никакой юридической силы. Только ваше, данное домашнее внутреннее. Поэтому я же говорю, что мы просим, закрепляем вас, не робите чудово. Просто без помощи вас и остальных, которые работают при должностях, мы не сможем ничего добиться в этой стране. Не только нашими стараниями мы можем что-то сделать, изменить. Пока нас не начнут поддерживать люди, сидящие на руководящих должностях, мы не сможем ничего поменять. То есть, мы просим у вас только поддержки и все, и не ставить палки в колеса в плане... Незаконных действий. Мы не отвечаем. Есть момент нарушения какого-то там... И хочет быть строгие машины. Но нам задали питание. Мы вам задали питание. Операция «Мигрант» проходит или нет? Я первый раз про ее слышу. Я вообще в виду. А абсолютно ничего не вижу. Я не знаю, что это за операция. А вот в Почеркасске области проводится операция «Мигрант». Продится операция «Мигрант». Совместно с таможенью проводим операцию «Мигрант». А интернет есть. А почему представник там? Да. Я думаю, что вы, если захочете, в интернете посмотрите. В фейсбуке есть. Познают, почему представник там уже находится разом с полицией на патрулювании дорог, а потом они начинают текать. Это первое? Просто текают. Мигрант «Мигрант» Ну, кто нас контролирует? Мигрант или не Мигрант? Прикордонники, правильно? Ну, нет. Ну, перенесение частным лицом границы, конечно же, приобретут. Ковары, валюта, ценности это контролируют. Да. Ну, и сперва, ну, где богатый настыковок и выдача, и уши трачать злать. Нашим Паном Президентом и Мигрантом. Вы в этом варитесь, это ваша больная тема. Ну, что? Что по этому вопросу делается в той же Верховной Границе? Ну, вот. Есть какая-то информация? Есть. Барною 8-11, это три дня назад, два дня назад, был внесен новый законопроект, который изменяет определенные статьи. Ну, на жаль, я еще не видел непояснение записки. Я видел, что его внесли. И 76-29 есть новый законопроект. Есть законопроект, который расширяет повноважение полиции по контролю. Вы же знаете, что там хотели полиции наделить ей часы на функции, и так далее. И так далее. То есть понятно, что есть технические моменты, как базы, это навчание, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс у них достаточно большая навантажность на полиции, не без того. И так далее. вместо того, мы не видим с боку державы жительного сопротивления. Потому что есть проблема и как-то сообщество обговорить, и визначит какие-то шляхи развязания, которые бы позволили народ первую очередь. потому что государство для народа, а не народ для государства. Это главное не тут. Вот. И поэтому я же скажу, что мы должны, видите, ходить, говорить и так далее. И так далее. Сколько это на данном этапе мы не можем. Но каждого разу, вспомните, генерный законоперед Бурбака, который 2 евро в день хотел, чтобы мы платили за что? За дороги. Мы платим, я плачу, я много езжу автомобилем, и не только сейчас, а раньше я много езжу. Вы же знаете, что включили в паливо. Где? И дорога, если бы было 30 миллиардов гривен, должно было пойти на дорогу. И по этим дорогам ездят и мы, и вы, и те, кто в Верховной Раде сидят. И мы же чудово усвятимы, что функция державы звелася до одного, до распределения государственных денег по карманам. Бюджетных денег. Мы говорим о том, что дороги в бюджете нужно заполнить их за счет, в том числе и митных платежей за размытные товары. Но это так же, как носить воду до шляпа. Сколько у нас корупционеров? Вмитница в топе корупционеров. Я не скажу сейчас про вас. Я не скажу конкретно. Но есть много примеров и свежих, и давних, и уже есть даже сформированный стереотип про то, что митники, хабарники. Не соглашусь с этим, насчет топа, я не соглашусь. Ну, нету под рукой у меня статистики просто. Просто распиаренная коррупция, да, она сейчас вот, враг номер один в государстве это типа то. Это неправда. Ну, я считаю, нам пришли на зустріч, дали нам змогу по доступным ценам розмитнуть эти автомобили. И для каждого украинца доступно розмитнение. для чего мы были на Майдане, для чего мы строили эту революцию, для чего мы вигнали ту банду, чтобы на ее место прийшла другая. Я сам особисто там передовбал того камня скільки. Але факт не в тому. Факт в тому, що де результат. Люди, це не болело. У нас приїхало перший раз 15 петель. Поверьте, на сьогодні, на сьогоднішній день, по нашим данным, що якщо сьогодні-завтра нас ще будемо начинати допікати, людей з'їдеться 100-200 тисяч. Для чого у нас там ще гірше? Завтра они нас пхають в эту грязну політику. Мы не хочемо якої політики. Мы далеко от політики. Якщо нам, допустим, сьогодні підуть на зустріч Верховна Рада, Президент і все. Честі Михайлович. Але якщо нас начнут зажимати тими бармурськими законами, мало його там, і тими дурными законами Бурбаківськими, Нью-Йорків незаконно, ми не вийдемо. Ми просто тухо поїдемо, чи на ХІВ. Ми не поїдемо свої машини. Поїздять поїздять, не то, як полупішки підемо, але ми купили ці машини, що є тисячі людей, які мають 9-3 тисячі доларів і не можуть поїти на ринок і купити це. Це люди бідні, яким немає чого втрачати. Немає чого втрачати. Тобто, ну немає чого втрачати. Ну що мені втрачати? Павлович, з іншої сторони це люди бідні, а з іншої сторони це люди освічені. У нас дуже багато людей з вищої освітики. У нас в автоїеросії 70% людей з вищої освітики. Про що ми сьогодні говоримо? І люди сьогодні втрачати. У нас людина до вас просить, не діть на порушення закону. Ми не хочемо бачити ваших, тобто, не бажано, щоб ваші представники, ми не хочемо бачити, щоб представники таможньої керіворадської нитниці стояли разом подбивали дорогу з поліцією. Це є порушення закону. І ми хочемо, щоб не спривали нас, як людей, які там, самі хитріші і так далі. І кримінальний елемент. Повітьте, маса людей, які не бачать позитивних змін, крім негативу, після цього майдану, після цього революції. Я ж говорю, що хотіли зажити добре, ми ж чого туди пішли? Бо ми думали, що ми підемо в Євросоюз, нас там приймуть, нам відкриють кордони. Ми може там їздити, які купять того самого автомобіля. Те саме. Ми зберілися, те Європу, як нам пообіцяли. Але продаємо у себе російські машини, які не відповідають Євро п'ять. От заходять на автосалон, влага продається, все нормально. Євро п'ять, Євро чотири. Але вона продається у нас, чомусь її можна купить. Як десь там хтось у нас, що заробить, хай не все за таку фарагу. Ні, що? Ні. Чотири там таможню, не дозна стоять полиція. Кроме нарушений, які зв'язані з отразительними автомобіля, виявляється куча транспортних средств, які незаконно везені на таможню територі України. Тобто давайте їх теж оставимо. А тут ще вопрос двой, яким образом незаконно вони були везені? Вопрос, смотрите, дуже простой. Ну, ви, коли покупаєте автобус, ви ж спрашиваєте там, наприклад, ви підете на рынок, скажете, растаможенна машина і ли не? Ну, любой, чоловік должен себе обезопасити. Спросите ви, чи не? Як мопеди продають? В Одесі, наприклад, по слухам. Один і той же продавец продає мопед 20 тисяч, і мопед 12 тисяч. А че це 12 тисяч? Ну що це не растаможен. Покупатель сам решає, пойти йому законним способом переплатити, або взяти і ризковати. Я понял. Вопрос, як автомобіль може бути везен незаконно? Так, але я имею в виду транспортні средства не тільки автомобіль, мопед, мотоцикл. Мопед можна спрятати в кузові грузовіка. В сумку перевезти, да. Тому що всі заїхавші автомобіли, по крайній мере, які стоять зараз перед зданием, вони заїхали сюди по закону і легально. Я не кажу про ваше автомобіль. Я просто кажу. Якщо взагалі нічого не робити, навіть внутріне... Делати треба. Забілися в кабінетах і більше сюди не виходили. А в цьому ж річ не йде. Все, що законно, оно законно. Тобто всі действия, які законні, ви, собственно, і повинні їх виконати. Дивіться. Я тоді на ефірі, я говорив про прізвище Тупальський. Це ваш колега, який очолює... Тому не знаю, що зараз. Турномент очолював Київську митницю Туркасу. Людина створила підприємства. По які, наприклад, завозив він раковини, чи унітази. Мить на вартість їх одна, потім впливають всі самі унітази в мережі, а виявляється це зовсім інша і так далі. Тобто там в інтернеті і програма грошей про це говорила, і багато публікацій стосовно цього. Тобто я розумію, вам не подобається, тому що ви, мабуть, як порядна людина, вам це неприємно чути, що вас ототочнюють із тими людьми, які опустилися до цього. Але, ну, такі факти є. Ви ж знаєте, що ми досліджуємо, ми пізнаємо явище, виходячи із чого? Із якоїсь моди, тренду, виборки. Тому раз є такі факти, я ними оперую, і я говорю, що є. І митники в моєму розумінні, ну, я не бачив ще порядних митників. Навіть коли я прийшов сюди писати заяву про те, що у мене автомобіль, я попав у яви, піддоном картера, я бахнувся, і витекло масло, біля під'їзду, тому що там, ну, яму, не зрозуміли. Я прийшов сюди, мені тут хихікали, хахакали, ваші починники, да-да-да, там, не хотіли не приймати і так далі. Можливо бути. Серьйно? Ну, давайте ми проводимо хіщик, спереднемо час. Всяке настроєння просто хорошее було. Ну, треба було заплакати, а чому ти не заплакати? Тому що, ну, у нас такий менталітет, якщо я розбив і попав на ремонт, ну, хі-хі-хі-хі-хі. Подумаєте, з вас сміялись, чоли? А мені так склалося. Я думаю, дуже люблю, дуже. Але, ну, я ж кажу, що я можу бути дуже агресив. Чоловік навіть не... Ваші, значить, підлегли, значить, вони погано. Треба їх перевірити на профприводність. Чому? Тому що, значить, вони мають право працювати з людьми. Раз вони настраюють таким чином людей. Вони мають, я ж кажу, не агресивно, там, і своєю поведінкою з верхньою або нахаблюють. Ну, розумієте, що я кажу. Ви так само, як і люди, які працюють в обслуговуваній сфері. Ви ж обслуговуєте. Оце треба чудово розуміти. Я ж кажу, що... Або нас багато хто із чиновників, вони путають. Не вони для людей. Так? Тобто, не люди для них, а навпаки, так. От чому справа. Я ж кажу, це мій власний досвід. Моя заява там є. Я ж кажу, що я можу піти і пальчиком показати. Степаник, давайте будемо закурляти. Ось таки, бажалів керівника, гмитлиці. В нас, ми... Так, так, так. Нас одне до вас, на заключенні, я так скажу, по старшестві свід нас. От. Ви зрозумієте і прийміть нас адекватно і серйозно. Тому що мене трошки складалось враження, що так трошки не серйозно. Нас вже велика серйозна організація. Тобто, прийміть нас, будь лазочка, серйозно. Чого? Тому що, якщо... Щас ця українська акція пройде, і якщо нас не почують, і начнуть робити, як ви кажете, законно-незаконно, то ми всі будемо в Києві. Не хотілося б на оцьому фоні війни, яка щас проводиться із зовнішнім агресором, робити якісь неадекватні дії. Не вимушуйте нас до цього. У мене встречна просьба. Якщо вас в Києві не услышать, ми ж на це рішення повлиять, я лично таможня не може в Кировоградській. Але не зривати зло на таможні, яке, по суті, на це рішення не може. А ми на вас зло не зривали? Люди бомбять, порти. Ні, ні, ні. Ми просто прийшли, ми взагалі не політична організація. Ми в Києв їздили для діалогу з чиновниками. Щоб нас почули, нас там не почули. Ми хочемо, щоб на місці нас почули тут, на місці, в нас, в Кировограді. Так само в Черкасах, в Черкащани, щоб почули. Щоб ви поняли нашу проблему. Щоб приїхали в Києв, як ми там нас услышали, не услышали, второстепенний вопрос. А люди в регіонах сидять і навіть понятия не мають, що у них відбувається, образно говоря. Вони не знають людей, які їздять, які пытаються щось добитися. Ми приїхали, щоб ви нас побачили, що ми є, ми существуємо і ми нікуди не прячемся. І все. І стосовно цього прецедента, я досвідомо сильно образовався. Так, ще раз, що у вас заявлений плохо прийняли? Так, не хотіли приймати. Покажіть їм пальцем. Ну, чоловік. Підемо, не, підемо. Я ж кажу шаг. Є, я можу поганну помність, тут два чоловіка сиділи, прийшла двома жінка по моєму. Третья. А где ви писали це заявлення? Я приносив їм написання. І в канцелярії? Не, я своє приносив. І канцелярія теж там. А, Євро... Чесно, якби тоді, на той момент, я в Авто Євросилі ще не був. От. І якби зараз це таке було з ким із наших активістів, зайшла б сюди... Ну, побачимо, скільки вона зібралась. Якби тоді сюди не зайшла, і тут б були розбори панцелярії. Тоді ви це заявлення здавали? Цього року? Так, так, так. Перша декада. Восьма, дев'яти панцеля. А вас звали ли ви добровольна прийшли? Я кажу, що я бахну, розбив картер. І попав на ремонт. Хорошо. Ми з цим розберемося. По крайней мере, профилатическу беседу, якщо б не проїхали. Просто, чому ви туди ходили, якщо треба бути у нас спеціальний чоловік, який приймає заявлення у приют. Людина спеціально. Приймає заяви. Я бігав. Я знаю, що хіхікали з мене. Мене це дуже образує. Чесно. Дежурник направляє конкретного чоловіку. Я сподіваюся, ви почули демо того. Вона мене... Ваша позиція... Вона мене... Вона мене... Ми вас проживаємо, щоб ми нас... Гарних вихідних. Звоняйте, що задержали вас чуть-чуть. Ваше час. До побачення вам. До свидания. ДОБУДУДІ. ДОБУДІ. Алло. Журналіст прийшов. Зараз ми виходимо. Через... Минуту ми виходимо. Степан, журналіст приехал. Ждуть. Нормальна, адекватна людина. Ну, он же, как сказал? Со стороны керівника, со стороны гражданина України. Разделяю. Да, від разделяю. Позвольте я одна. Спокойно.